День с толком Церемония состоялась в Краевом театре драмы. Напомним, переизбранный на второй срок Виктор Томенко набрал чуть больше 76% голосов. Поздравить главу региона с победой пришли сотни человек. На инаугурации побывала и наша съемочная группа. Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края. Рука на Конституции, взгляд уверенно смотрит в зал. В торжественной обстановке Виктор Томенко обещает работать на благо Алтайского края и его жителей. На выборах губернатора он безоговорочно одержал победу. Получил почти 420 тысяч голосов. Избирательная комиссия признала выборы состоявшимися, а их результаты действительными. Председатель избиркома Ирина Акимова вручила Виктору Томенко удостоверение губернатора. На торжественную церемонию приехали политики разного уровня. От полпреда президента в Сибирском федеральном округе до глав муниципальных образований. Напомним, за губернаторское кресло помимо Виктора Томенко боролись еще три кандидата. Сергей Баленкович, Евгения Боровикова и Сергей Булаев. Сегодня они тоже поздравляют Виктора Томенко со вступлением в должность. Виктору Петровичу хотелось бы пожелать, самое главное это слышать людей, общаться с людьми, проводить приемы и больше встречаться непосредственно на территориях, муниципалитетах и с каждой проблемой работать индивидуально и точечно. Хотелось бы поблагодарить своих избирателей, да это там 43 с половиной тысячи, тех, кто отдали свой голос именно за меня. Большое спасибо за то, что оказали такое большое доверие. Конечно же нам хочется поздравить победителя Виктора Петровича с победой, поэтому ура, вперед. С победой Виктора Томенко поздравляют и депутаты Государственной Думы и Алтайского парламента. Инаугурация это торжественный момент, это точка отчета новой пятилетки губернатора. Продолжаем работать, за предыдущие пять лет мы достигли полного взаимопонимания, провели множество рабочих встреч. И продолжаем взаимодействовать для того, чтобы делать жизнь в Алтайском крае лучше для людей. Кроме того, достигли договоренности, что необходимо провести в Алтайском крае выездное заседание комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Хочется поздравить его от имени, наверное, моих избирателей. И мне, как и им, как бичанам, хочется надеяться, что большинство этих вопросов, которые мы обсуждали, в том числе и с Виктором Петровичем, они будут решены. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев положительно оценил работу Виктора Томенко на посту губернатора. По его словам, за пять лет удалось сделать многое. Говоря про Алтайский край, Чуйский тракт, наша с вами гордость, с каждым годом он все расширяется, способен все больше гостей принимать. И, конечно, сегодня уже можно с гордостью говорить, что не случайно к нам с вами едет вся страна. Виктор Томенко поблагодарил избирателей за поддержку и пообещал, что регион продолжит держать курсы на экономический рост и создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации. Нашими приоритетами мы определили качество жизни, благосостояние людей и создание комфортного пространства для жизни человека. Наша миссия – быть ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока. После вступления в должность главы региона действующий кабинет министров сложит свои полномочия. И Виктор Томенко начнет формировать новое краевое правительство. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. И к другим темам. Жертв могло быть больше. В деле возможного политеховского маньяка появились новые эпизоды. На счету Виталия Манишина может быть как минимум 9 убийств. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Ранее было известно о пяти жертвах. Сейчас в деле якобы появилось еще четверо погибших. Одной девушке было 17 лет, другой – 21, третьей – 26 и еще одной женщине – 54 года. Предполагается, что Манишин убил их в то время, когда работал ветврачом, то есть более 20 лет назад. Тела своих жертв мужчина мог спрятать в Калманском районе, там же, где нашли тела абитуриенток политеха. Следователи продолжают работать с Манишином. Не исключено, что 9 убийств – еще не конечная цифра в деле предполагаемого маньяка. А эта история на неделе потрясла весь город. Жительница Барнаула, возможно, отравила своих детей, а затем покончила с собой. Накануне ее похоронили в родном селе. Наша съемочная группа выезжала на место происшествия. 15 сентября – день индустриальный район города Барнаула. Дом 11 по улице Шумакова. Люди вышли, она зашла. Вот здесь постояла, возле этого нашего стенда. Из лифта девочка вышла, она зашла и уехала. По словам Натальи Надыровой, консьержа дома, девушка хорошо ориентировалась в пространстве и шла целенаправленно. Как будто уже бывала в этом доме. Поднялась на общий балкон на 22 этаже. Все, буквально 5 секунд, смотрю, что-то как будто выбросили, как мешок какой-то. Приехала скорая моментально, подошли, посмотрели, все, зафиксировали, что смерть уже наступила. Конечно, она наступила сразу. Очень страшно, до сих пор к тебя прийти не могу. Очень страшно, конечно, не дай бог, никому такого видеть. Непроизвольными очевидцами падения стали и соседи. Погибшая проживала в соседнем доме. Позднее в ее квартире обнаружили тела двух детей с признаками криминальной смерти. Ужасно, как мы как раз с детьми проходили этот момент. Конечно, этого не передать. Сутки отходили от этого до сих пор, как представлюсь. На себя же перекладываешь, особенно когда дети. По неподтвержденным данным, женщина отравила таблетками своих сыновей, трехлетнего малыша и восьмимесячного грудничка. Перед смертью якобы звонила своему брату. По словам соседей, супруг и отец детей находился в командировке на Севере. У семьи было много кредитов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство малолетних. При осмотре места происшествия следователями Следственного комитета была обнаружена записка от имени матери потерпевших, которая после лишения жизни детей направилась в соседний многоэтажный дом и свела счеты с жизнью. Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются. Назначены судебные экспертизы. Глава следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. На днях водителю, который насмерть сбил семилетнюю девочку в борзовой заимке, предъявлено обвинение. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения. Напомним, накануне 40-летний водитель в борзовой заимке выехал навстречу и сбил девочку, которая переходила по пешеходному переходу и вела велосипед. Ребенок от травм скончался на месте. Мужчина скрылся, был объявлен план перехвата и к вечеру его уже задержали. Отлетела, как кегли. На каком автомобиле следовал? Тойота Корона с белым капотом. Автомобиль врезался в металлоприемку, больше ничего не помню, больше убежал. Побежал в каком направлении? Ну, в сторону дома. Дальше куда последовал? Дальше последовал в город. С какой целью? С целью скрыться. Где скрывался? Скрывался? Ну, вот у товарища. Ну, я на испуге был. В суд направлено ходатайство с заключением мужчины под стражу. Назначен ряд экспертиз, в том числе на установление факта опьянения. Известно, что в августе его уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. Между тем, жители борзовой заимки просят защитить их детей. Они говорят, что это уже четвертый случай ДТП и первый со смертельным исходом. Местные написали коллективное письмо в МВД, в котором говорится о необходимости появления перед школы светофора и лежачих полицейских. Ну, а далее продолжим немного чумовых новостей. Барнаульский супермаркет, в котором накануне ввели карантин из-за африканской чумы свиней, работает в штатном режиме. Речь идет о крупной розничной сети. Сам магазин находится на Челюскинцев 71. На этой неделе там начали изымать колбасу, которая, возможно, содержит ДНК африканской чумы свиней. На полке барнаульского магазина колбаса попала из Владимирской области. Губернатор Виктор Томенко ввел указ о необходимости ограничительных мероприятий. В магазине провели дезинфекцию, сняли с продажи подозрительные продукты. Сообщается, что колбасу кремировали. Сегодня покупатели могут спокойно посещать супермаркет. Да и бояться нужно не людям, а свиньям. Ведь данная болезнь представляет опасность только для самих свиней, причем смертельную. Именно поэтому зараженное поголовье полностью уничтожает, чтобы не распространять вирус. А это, естественно, несет за собой колоссальные экономические потери. Но мы переходим к другой заразе. Случаи нового штамма коронавируса Пирола пока не зарегистрированы в Алтайском крае. Накануне стало известно о появлении нового штамма ковида. Однако растет число заболевших омикроном, ОРВИ и гриппом. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения края. Подробнее расскажет моя коллега Юлия Щепина. В Алтайском крае, как и во многих других регионах России, увеличилось количество заболевших коронавирусом. На сегодня у нас, если регистрировались единичные случаи, до трех, пяти, семи случаев, сегодня мы немножечко подросли. Мы теперь уже вышли за 10 случаев. У нас 11, 12, 18, 20 случаев регистрируются каждый день. Но ваш штамма у нас не зарегистрирована. Мы пока из той информации, которую мы имеем от нашего управления Роспотребнадзора, это штамм омикрон. Около 130 человек получают лечение. Из них чуть больше 30 на стационарном лечении со средней тяжестью заболевания. Пациенты не находятся в отделениях реанимации и на аппаратах ИВЛ, подчеркивает эксперт. С 1 сентября мы считаем, у нас открывается эпидсезон по заболеваемости распространению новой коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. Я хочу сказать, что у нас заболеваемость новой коронавирусной инфекции почти в 50 раз ниже, чем была в прошлом году. Уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями соответствует средним многолетним показателям. Однако большинство жителей краевой столицы с пониманием относятся к росту заболеваемости и делятся советами, как перенести этот эпидсезон. Я думаю, что теперь так и будут вирусы. Ну, коронавирус, еще какой-то вирус, но я думаю, что они так и будут. Теперь нам надо всегда быть на чеку, стараться себя подготовить к этому. А что для этого делать надо? Ну, чтобы иммунитет повышать, питание, гулять, то есть все. Ну и если понадобится, опять же и маски наденем. Я уже двумя вариантами коронавируса переболел, так что мне как-то тоже пофиг. Я болела всеми коронавирусами уже. Прививка у меня была. Новую прививку не буду ставить. Почему? Ну, потому что я болела после нее, так же, как и все. Переболел, но это было легко. Теперь не чувствую запахов немного. До сих пор? До сих пор. Что касается ограничительных мер, их пока нет. Ограничительные мероприятия в случае устойчивого превышения эпидемического подъема, они вводятся дополнительно. То есть тогда, когда эпидпорог. Если мы в течение четырех недель будем превышать, управление по Алтайскому краю Роспотребнадзору может принять такое решение и вводить как раз ограничительные мероприятия. Но это не надо вспоминать тот локдаун. Масочный режим не так страшно. Страшно пару пропускать. Ограничения дистанционно, неудобно учиться. Применительно. Маски вообще не выношу на лице. Для меня это повышенный рвотный рефлекс. Я страдаю невероятно. Но я их принимаю. Да по мне уж лучше переболеть. Господи, набить собак. Натопить жира и вылечить эту гадость. А пока специалисты призывают получить профилактические прививки против гриппа. Вакцины есть во всех поликлиниках. А вот бесплатной вакцины от ковида в регионе пока что нет. Желающие смогут поставить прививку платно. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Приложение системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Тот, кто будет проверять документы гражданина, должен отсканировать его QR-код с помощью портала госуслуг. Цифровое удостоверение планируется использовать вместо бумажных документов лишь в отдельных бытовых случаях. Каких еще предстоит определить. Ну и переживать не стоит. Бумажный паспорт никто отменять не собирается. Его можно будет предъявлять без ограничений. Возле моста на новом рынке начали восстанавливать трамвайные пути. Протяженность рельсов составит полкилометра. Напомним, пути демонтировали в связи с масштабным ремонтом путепровода у торгового центра «Пионер». Когда барнаульцы увидят новинку, рассказали специалисты профильных комитетов. На днях специалисты гор электротранса приступили к укладке новых трамвайных путей. Рабочая бригада уже уложила несколько метров рельсошпальной решетки. Подготовительные работы начались еще три месяца назад. Это завоз материалов, это соединение, сочленение шпалы и рельс непосредственно предприятий, для того, чтобы сделать эти захватки и уже непосредственно объекте в более быстрые сроки сжатые их смонтировать. Порядка месяца необходимы им для того, чтобы завершить все этапы. Где-то к концу октября здесь уже будут выполнены именно в рельсошпальной части все работы. Параллельно обустройству трамвайных путей строители работают с основанием моста. На самом длинном пролете рабочие укладывают плиты проезжей части. Смонтировано 39 из 90. В сутки удается смонтировать 5-6 плит. Завершить работу планируют в конце сентября, чтобы в октябре и ноябре перейти к устройству асфальтобетонных покрытий, тротуаров, опор освещения и опор контактной сети трамвайной линии. На пролете 1-2-2-3 заканчиваем установку опалубки. То есть у нас пролет 1-2 полностью опалубка изготовлена, пролет 2-3 половина примерно в опалубке готова, половину мы заканчиваем. Следом идет отдельная бригада с армопоясом. То же самое задача стоит до конца сентября завершить работы. И уже у нас на конец сентября мы планируем начать работы по омоноличиванию швов плит и по заливке монолитного пояса, именно пролета 1-2-2-3. Во второй половине октября начнется обустройство подходов к путепроводу со стороны торгового центра «Пионер». В связи с этим строительная необходимость может привести к тому, что трамвайное кольцо будет разобрано. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение для пассажиров общественного транспорта, планируется организовать автобусный маршрут, который будет также с учетом бесприсадочного тарифа обеспечивать подвоз населения с центральной части города к путепроводу. Работы по реконструкции моста на проспекте Ленина находятся на финальной стадии. Открыть сообщение планируют уже в ноябре этого года. Валентина Аскерова, День с толком. В Алтайском крае меньше, чем за месяц вдвое увеличилось официальное количество таксистов. Такой рост обусловлен введением нового федерального закона, одна из главных целей которого – уменьшить число нелегальных перевозчиков. Кто теперь может пойти работать в службу такси, увеличились ли цены на проезд и какие обходные пути придумали агрегаторы, чтобы не потерять шоферов, выяснял Данил Кузнецов. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти треть россиян пользуются такси чаще раза в месяц. Не стал исключением и Алтайский край. Однако с приходом нового закона требования изменились, и рынок черно-желтых услуг стал постепенно трансформироваться. Жители Барнаула уже заметили первые неприятные изменения. Ну вот средний ваш маршрут сколько раньше занимал по деньгам и сейчас? Ну 200, где-то да, рублей 200. Сейчас 250-300. По дорожанию, ну примерно в два раза было, замечал. То есть если в одно время я уехал за 200 рублей, на следующий день уже в ту же точку я уезжаю за 400 рублей. Дольше жду, пока приедет машина. И пока найдется заказ, куда дольше. На сколько примерно? Ну, раньше там минуты за 2-3 я находил уже заказ, сейчас бывает по 7-10 стою и жду. Цена действительно выросла до исторического максимума. Один километр в среднем обойдется в 32,5 рубля. Однако такое подорожание связано в основном со стоимостью автомобилей и топлива. А вот ожидание подачи машины уже отчасти складывается из нового закона. Его основная цель – убрать нелегальных перевозчиков с дорог. До 1 сентября деятельность осуществляют только юридические лица, их работники и индивидуальные предприниматели. А с 1 сентября плюсом добавились физические лица с налогом на профессиональный доход, который масса сейчас и составляет большинство поступающих заявлений. Менее чем за месяц официальное количество перевозчиков в регионе увеличилось вдвое, дойдя до отметки в 2000 человек. Теперь за руль нельзя садиться тем, кто не оплатил 3 штрафа или не погасил судимость по тяжелым уголовным статьям. К тому же перевозчикам необходимо получать специальное ОСАГО, которое обходится в среднем от 40 до 70 тысяч рублей. Если у самозанятого водителя такого договора страхования нет, это является основанием для аннулирования его разрешения на деятельность такси. Помимо этого, закон обязывает самозанятых водителей самостоятельно выписывать себе путевые листы, проходить технические и медицинские осмотры. Они тоже платные. Как кого будут наказывать? Практика будет наработана. То есть пока что непонятно? Ну еще даже месяца, да, снова закона не прошло, поэтому сейчас трудно делать какие-то выводы, прогнозы и смотреть на это. Порядочные таксисты изменений никаких не заметили, зато большие агрегаторы, где в основном таксисты нелегалы, решили подстраховаться. То есть когда человек заказывает, и там кнопочка раньше была, допустим, заказать, а сейчас там нужно, вместо этой кнопочки стоит заключить договор найма. То есть он автоматически заключается, допустим, человек заказал такси, если у таксиста нет разрешения, то это заключается договор найма. Для местных компаний такая система не используется, и новые правила их практически никак не коснулись, так как они работают через диспетчерскую, а все их водители проверены и соответствуют нормам. Кстати, для них закон даже выгоден, ведь теперь клиентов прибавится, так как желающих просто подработать после трудовых будней уменьшится. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. На этой неделе в парке Изумрудный состоялась первая выездная регистрация брака. Ксения и Сергей Эбель стали первооткрывателями новой барнаульской свадебной традиции. Кому в голову пришла эта идея и как прошло торжество, расскажем и покажем далее. Искренние взгляды и взор в светлое будущее. Сегодня в парке Изумрудный соединились сердца и души двух влюбленных людей. Ты просто светишься и светилась изнутри. Я вижу в тебе этот огонь и хочу через всю нашу с тобой жизнь делать так, чтобы никогда не угасал. В этом сезоне Изумрудный видел концерты Шатунова, массовый забег, гастрофестивали, репетиции моделей. А вот свадьбы еще здесь не было. Это наш любимый парк, поэтому у нас даже не возникало сомнений в выборе места для проведения церемоний и фотографий. Поэтому это лучшее, наверное, что у нас сейчас есть в городе. И даже не хотелось куда-то ехать, а хотелось именно здесь. Тем более мы живем прямо рядом с парком. Эта идея пришла в голову мне, потому что я часто в нем гуляю. Я подумала, если у меня будет свадьба, она обязательно должна быть здесь. Церемонию провели в кругу самых близких людей. С торжеством ребят поздравил директор парка Изумрудный Владислав Вакаев. Подумайте, может быть, потом в парке посадите какое-то дерево ваше семейное, которое будет расти, потом вместе с вашей семьей развиваться, потом вы будете своим детям, внукам говорить, что вот это дерево мы посадили. Поэтому я поздравляю и желаю вам долгих лет счастья, много детей, благополучной семье. Кстати, эта беседка на острове три года назад выглядела совсем по-другому. Сегодня 8 октября 2020 года. У нас постапокалиптические условия. Мы находимся в парке Изумрудный, город Барнаул. Мы хотим, чтобы этот парк изменился на счет три. Раз, два, три. Учитывая, что мы изначально эту беседку проектировали как беседку для торжеств, для того, чтобы здесь можно проводить какие-то такие интересные мероприятия, у нас вот тут все было для этого запроектировано. Мы с удовольствием отликнулись на это предложение. Мы специально об этом не говорили. То есть мы ждали, когда кто-то до этого сам дойдет и сам придумает. Вот девушка по имени Ксения первая догадалась и в итоге здесь провела такое интересное для себя событие. А Ксения и Сергей Эбель запомнят это событие на всю жизнь. Ведь именно они стали первооткрывателями новой барнаульской свадебной традиции проводить выездные церемонии бракосочетания в парке Изумрудный. И в конце выпуска о еще одном ярком событии этой недели. Выезжать за пределы региона не нужно. Увидеть лучшие спектакли страны можно в Барнауле. На этой неделе на Алтае стартовал Всероссийский молодежно-театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Напомним, фестиваль в память о нашем земляке проходит с 2014 года с периодичностью раз в несколько лет. Подробнее расскажет Валентина Аскерова. Это пятый фестиваль. Пятый. Позируют на камеру, заигрывают со зрителем и ни на секунду не выходят из образов. Молодежный театр Алтая вновь ярко встречает гостей. Зрителей и участников юбилейного пятого Всероссийского театрального фестиваля. Праздник – важное событие в театральном мире. Его организовали спустя полгода. После смерти выдающегося актера, режиссера нашего земляка Валерия Золотухина. Обширная география участников, особенные театральные постановки. На протяжении недели зрители увидят 12 спектаклей. Их специально на фестиваль привезли региональные театры из Челябинска, Нижнего Тагила, Кемерово, Новосибирска, Барнаула и других городов. Такие замечательные спектакли они к нам привезли. Разные режиссеры, разные артисты. Я всегда говорю, что фестивальная неделя – это уникальный случай. Не выходя, не выезжая из Барнаула, познакомиться с творчеством, таким громадным творчеством разных коллективов из разных городов. Зрители смотрят и наслаждаются. Жюри смотрит и профессионально оценивает. Ведь им выбирать самую захватывающую постановку и вручать главный приз – гран-при фестиваля. Появляются имена, появляются театры, появляются спектакли, которые достойны, не знаю, столиц. И поэтому, конечно, в предвкушении. И для меня большая честь, что я вот в жюри, буду журить. Я посмотрел программу фестиваля и понял, что я недаром приехал. Я вижу много интересного. А езжу я для того, чтобы медленнее стареть. И надо двигаться, надо смотреть, надо смотреть, что делают новые люди, молодежь, новые театры. И как старые развиваются. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Что ж, такой мы запомним эту неделю. Напоминаю, что вы можете обращаться к нам в редакцию, рассказывать о том, что вас волнует. Телефон редакции 205-545. Далее узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А я с вами прощаюсь. До следующей недели. Хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok